Добрый день, дорогие друзья! Радио Медиа Метрия Сказахстана в эфире, передача «Деловые люди». У нас сегодня с вами имиджмейкер-стилист в гостях Мадди Бигдаер. Мадди, привет! Всем привет! Рад вернуться к вам в студию. Сегодня у нас с тобой женская тема, женские луки, женские образы. Интересная тема для многих. Тема животрепещущая. Единственное, только хотел немножечко уточнить, не имиджмейкер, все-таки имидж-стилист, потому что действительно очень многие не разбираются в терминологии. Я даже среди своих коллег замечаю, как многие представляются имиджмейкерами, но хотя это несколько разные направления, потому что имиджмейкер, человек, который создает имидж человека, да, имидж человека, это не только его внешность, это его история, образование, семья, воспитание. И так далее. Стилист этим не занимается ни в коем случае. К стилисту человек приходит уже со своей историей, он должен ее стилизовать, эту историю, да, придать ей какую-то оболочку внешнюю презентабельную. Класс. Спасибо, что пояснилось. Это очень важно. Имиджмейкеры, это те, которые вот с политиками работают, с артистами, со звездами, с музыкантами и так далее, а мы вот имидж-стилисты, мы скромные. Имидж-стилисты. Не скромные, нет-нет-нет, от вас очень много зависит. Ну да, как выяснилось, как выясняется. Действительно, тема очень же трепещущая, потому что, понятно, в прошлый раз о мужчинах поговорили, было интересно, действительно, очень много интересных комментариев, очень много вопросов было. И такой отзыв теплый пошел нам в моих социальных сетях, среди моих знакомых, среди моих коллег, среди моих учеников. Но мужчины, как мы в прошлый раз выяснили, это и все еще зачаточное состояние, с женщинами вроде бы все должно быть полегче, но должно не значит обязанно. Все совсем нелегко, все совсем непросто, потому что, опять же, патриархальное общество, когда вроде бы женщина должна быть тонкой, кроткой, изящной, мягкой, слабой и так далее, при этом при всем амбиции феминистического настроения, когда ты все на себе, на своем горбу, на своих плечах, при этом при всем постсоветская статистика, матерей одиночек, женщин одиночек и неумение выстраивать общение, завязывать знакомства и так далее. Все это такой винегрет, салат получился, и на женщину смотришь чаще всего во время интервью, я к ней прямо обращаюсь, я говорю, ты кто вообще, ты сама-то хоть понимаешь, какой у тебя образ, что ты этому миру-то вообще пытаешься транслировать, определись хотя бы для себя, кто у тебя там внутри сидит, что за человек ты, вот, о чем многие не понимают, вот как-то так разменяли себя. А что можно транслировать женщине в мир? Здесь она должна просто для себя определиться, кто она, да, она шахеризада, то есть грамотная интеллектуалка с сексапильной внешностью, которая является неким серым кардиналом, которая умеет управлять из тени, при этом при всем не бросается грудью на амбразуру и остается сильной в своей интеллектуальной слабости. Либо ты Кармен, революционерша, провокатор, эмансипе и феминистка, которая является абсолютно самодостаточной, и ей не нужна никакая поддержка извне, со стороны. Либо ты принцесса, которая является мотиватором, там, для героев, которые должны рубить головы драконам, прыгать для нее по балконам и расписывать тротуары, да. Ну, то есть четко выбрать для себя определенную позицию, это не значит, что она всю жизнь, там, или на десятилетия, хотя бы на сегодняшний день, ты кто? Потому что очень многие женщины, ну, в разговоре всплывают такие темы по поводу, почему мне не протягивают руку, почему мне не целуют руку, почему меня не приглашают на танец и так далее. И сразу хочется ее взять, подвести в зеркало и сказать, так, а давай посмотрим на твои уги, на твой спортивный костюм, на отсутствующий перманентно вообще макияж и на твою манеру общения, не только с мужчинами, а вообще с любыми людьми, в принципе. И где в твоем поведении проскальзывает момент, на который я должен клюнуть и решить, что я хочу с тобой потанцевать, да. А мужчина же чувствует это. Конечно, мужчина, вот ты не дашь мне соврать, мужчина очень же рациональный и в хорошем смысле предсказуемый. Нам покажи еду, мы будем испытывать чувство голода, нам покажи секс, мы будем испытывать сексуальное влечение, нам покажи шикарную кандидата на выстраивание там ячейки общества и прекрасную будущую мать моих замечательных детей, я буду думать о продолжении рода. То есть мы предсказуемы абсолютно в этом смысле, в хорошем смысле, еще раз повторюсь. А женщина, которая приходит ко мне и говорит, да что такое, я невидимка для мужиков там на работе или на улице и так далее. Я говорю, так, пошли к зеркалу, скажи мне, на что в твоем виде я как мужик должен клюнуть, на что я здесь должен обратить внимание. На твои бабушкины брюки, на твою грязную голову, на твой отсутствующий макияж, на твои доисторические очки в роговой оправе или обувь на плоском каблуке, там прощай молодость. Что я здесь как мужчина должен оценить в тебе как в женщине? И вот ей сложнее, намного мне кажется. Ну, как сказать, здесь нет, нет, не сложнее, да никому не сложнее. Просто нужно понять, что ты хочешь и что для этого нужно сделать. Что я хочу, многие, слава богу, с горем пополам начинают понимать. А что для этого нужно сделать, как-то вот не доходит еще пока опыта. Хорошо, с чего начать, что ей нужно сделать? Сначала нужно понять, кто ты есть. Вот прям сесть перед зеркалом, да, и подумать, какая ты, где твои сильные стороны. Ты утонченная, изящная, летящая фея. Или ты пышная, с формами, вкусная мечта поэта. Или ты прям мужик в юбке. И ты эмансипе, и ты абсолютно независимая. Или ты нежная мама, хранительница очага, такая горлица под крылом которой, там вся семья себя комфортно чувствует. Кто ты? Пойми свой образ, да. Ты, ну, я не знаю, ты знаком с такой системой, когда пять разных стадий женщины. Там женщина шлюха в постели, там жена, да, и друг, жена, там что-то мать, и так далее, и так далее. Ну вот, вот эти стадии. Нужно понять, кто ты, в какой стадии ты сейчас находишься. Если ты сама этого не можешь сделать, добро пожаловать к психологам, добро пожаловать к стилистам, да, добро пожаловать в библиотеку, читай книжки и понимай, кто ты есть. Дальше, когда ты поняла, кто ты есть, ты поняла свою точку А. Теперь назначь точку Б, куда ты хочешь. Ты хочешь стать супер бизнес-леди, железной леди, выстроившей свою империю, да, там, бизнес-империю, еще что-то такое. Или ты хочешь создать семью любящую, да, с многодетной, немногодетной, неважно, но с любимым крепким, надежным мужчиной рядом, да, и с любящими тебя детьми. Либо ты хочешь что? Ну, ты хочешь путешествовать, ты хочешь свободу, ты хочешь меняющиеся планы, лица людей, декорации, там, и все остальное. Назначь точку Б. Все. Теперь у тебя есть точка А и точка Б. Теперь нужно назначить путь от этой точки А к этой точке Б. То есть, что нужно сделать для того, чтобы этот путь был максимально прямой, максимально без лишних поворотов, да, и так далее. Ну вот, какой-то такой мужской у меня немножко подход получает. Слушай, ну страшно уже не меняться, мне кажется, женщине в этом отношении. Если я привыкла, все сама, она говорит. И как я теперь вот это вот, я не сама вдруг буду. Так в том-то и прикол, что меняться для этого не нужно. Если ты все сама, то обычно женщины, которые «я все сама, я все сама», они не говорят про то, что «ой, надо быть принцессой, надо быть нежной, надо быть ранимой, надо быть слабой». Нет, они говорят «а можно так вот, я все сама, но как-то, чтобы вот рядом еще кто-то был». Да, ну там какой-нибудь, может быть, подкаблучник, может быть, который будет там сумочки носить, что-то такое, да, за ней. Поэтому здесь не нужно меняться ни в коем случае. Вот, кстати, не очень корректная формулировка также со стороны клиентов происходит, когда они приходят и говорят «слушай, измени меня, да, создай для меня какой-то другой образ». Я всегда отвечаю, говорю «нет, ну это невозможно, потому что, ну что такое менять человека?» Нет, я могу найти лучший ракурс для тебя. Да, то есть взвесить и определить все твои природные данные и найти прям вот идеальный образ, который будет и привлекателен для окружения, и гармоничен, и экологичен для тебя. У меня был вчера бизнес-разбор с молодой девушкой, и она говорит «я поняла, почему я не развиваюсь, я боюсь развития». Вау. Мне вот здорово, если вот мужчина, который рядом со мной, вот он бы развивался, а мне вот так вот хорошо не развиваться. Ей хорошо. При этом «Астон Мартин», «Порш», два «Мерседеса» в целях, понимаешь, вот я хочу, но… Да, но другими ресурсами. Но другими ресурсами, да. Да, я хочу, но я не хочу для этого ничего делать. Я хочу, чтобы пришел он с этими машинами, с этими блоками. Так ведь на эти машины нужно выглядеть, я говорю, ты, даже если он придет, на эти машины нужно тебе самой выглядеть. Если короткий путь, если она хочет короткий путь, чтобы они вот случились буквально в этом году, в следующем году, тогда да, нужно поднять свой ценник, чтобы соответствовать мужчине, у которого есть этот уровень, который занимает этот уровень. Но есть еще и более долгий путь, можно не соответствовать, и тогда ты встретишь мужчину такого же уровня, и вы вместе с ним будете потихонечку карабкаться до этих автомобилей, до всех этих благ современных. Но это долгий путь, да, так хотят мало людей. Все хотят быстро. Но делать для этого ничего не хотят. И вот я всегда говорю о том, что стилистика, внешний вид, это самый быстрый, самый безопасный путь для того, чтобы получить желаемое. И он, по-моему, экологичный самый. Очень экологичный. Здесь тоже, это тоже нелегко. Потому что если бы это было легко, все бы ходили уже красивые, успешные, счастливые, любимые, да, и так далее. Это тоже нелегко, естественно, потому что все равно надо как-то чуть-чуть себя тормошить, немножечко себя выпихивать из зоны комфорта этой злосчастной, да, и так далее. Но он очень экологичный, и он очень-очень быстрый. У меня, знаешь, была такая история, можно я ее расскажу? Я постараюсь кратко. Одна женщина обратилась ко мне, у нее шестеро детей на момент 32 лет. То есть 32 года, шестеро детей, нет ни близнецов, ни двойняшек, ничего. Все родились в разное время. То есть ты представляешь, да, молодая абсолютно, времени нет. И при этом она еще успевает работать. У нее еще два магазина кондитерских изделий, там, шоколадные тортики и все остальное. Вот я, конечно, удивился очень-очень сильно, говорю, как так? Ну, и для меня сразу все понятно, почему она обратилась к стилисту, потому что в графике нет времени, надо, чтобы заниматься самолечением. Здесь нужно обращаться к профессионалу, который в кратчайшие сроки удовлетворит всем твоим потребностям, да. Вот, и когда я пришел к ней домой, ну, ты, наверное, представляешь, это Третья мировая война, естественно, да. То есть ты там в одном углу убрался, тут бомба взорвалась, там прибрался, здесь бомба. При этом при всем круглосуточное дежурство опашки в доме, да, на подстраховке, потому что старший ребенок, дочка в районе 12-13 лет, а младший ребенок 5 месяцев сын. Ну, то есть разброс такой нехилый. И вот бабушка там дежурит. Папы дома нет вообще априори, потому что эту ораву надо кормить, естественно. То есть пап такой настоящий добытчик, который там занимается своими делами. И вот, когда мы... А, в чем причина была? Я спросил, зачем вы обратились, что послужило толчком? Она сказала, да дочь старшая перестала ухаживать за собой, перестала там собираться на дни рождения мальчиков, делать прически, платьиться, одевать и так далее. И когда я ей сказал, ну, дочь, ты чего? Ты же девочка. Она сказала, мам, ну ты же тоже девочка. А ты почему не делаешь прически, платья не надеваешь и так далее. Действительно, платья мама не надевает, потому что я открыл ее шкаф, как я в прошлый раз сказал, да, оттуда пахнула смертью. Вот. Я открыл ее шкаф, а там висит 4,5 коллеги, из которых 2 платья для беременных. Я, конечно, ее затроллил. Я сказал, ну, я понимаю, это ваше перманентное состояние, как бы. Я говорю, ну, вы сейчас не беременны, почему здесь эти платья и все, больше ничего нет, да? Она говорит, ну, все, что привыкла носить, то и ношу, в принципе. Мы поехали с ней тут же в магазин. Решили создать с ней два таких лука для преображения. Первый лук «Успешная мама», там, джинсовую куртку, кучу-кучу значков интересных, веселых. Я на нее повесил так в стиле 80-х годов. Это было полтора года назад, 80-е прям очень-очень актуально были. Сейчас же мы на 70-е потихонечку переходим. И я ей сказал, ну, вот смотрите, там футболка такая в резиновых утятах. Я говорю, вашим детям очень понравится. Вот эти значки на куртке, я говорю, будете потихоньку на дочку на свою перестегивать и будете ее потихоньку вот так приучать к украшательству. Ну, в общем, концептуально я так подошел к формированию стиля. А второй лук мы ей подобрали как успешной бизнес-леди, которая вот владеет этими вкусными магазинами. Там ей пижамный костюмчик такой серого цвета, универсальный абсолютно, согласно нормам деловой этики. И при этом брошь в виде пирожного, два блузона, один лимонного цвета, другой шоколадного цвета. Тоже чувствуешь концепцию, да, в принципе, понимаешь. И когда мы с ней встретились через два дня в салоне красоты, она приехала в новой одежде. Я говорю, ой, почему в новой одежде? Нам же нужно до фотографии сделать, после фотографии сделать, чтобы это преображение было. Она такая налицо. Она сказала, вы знаете, я не могу носить старую одежду. Я говорю, ну, я все понимаю, конечно, но вы же ее носили как-то до меня. Поэтому еще один денечек можете надеть, чтобы мы сфотографировались. Она говорит, да даже дело не в том, что она плохая, хорошая, там новая одежда или еще что-то такое. Говорит, просто за эти два дня произошло чудо. И вот она рассказывает, как она приехала, у нее такая огромная машина, понимаешь, на школьный автобус похожа, по понятным причинам. И она заехала в школу за своим каким-то там средним сыном, ему там лет 6-7, ну, то есть первый-второй класс где-то приблизительно, может догадаться, где он там, среди этой шестерни. В общем, и она открывает машину, он должен был запрыгнуть, и вот как они обычно едут дальше всю эту арабу по городу собирать. А он не садится в машину, зовет ее с собой в школу. Она выходит, он берет ее за руку, заводит в школу, но она уже стала переживать, может, там вызвали, что-нибудь натворил, еще что-то такое. А он ее повел по школе и начал ее знакомить со всеми учителями, со всеми друзьями, он начал ее всем представлять, он начал ее всем показывать, да. То есть он реально начал ей гордиться. И я ей говорю, ну, вы же понимаете, что это всего лишь одежда, это всего лишь два дня и всего лишь там 3-4 часа в торговом центре. Мы не проходили с вами психологические сессии, мы не прокачивали ваш образ изнутри, мы не двигали вашу крышу, мозг и все остальное. Мы не разговаривали с семьей, мы не прокачивали ваши внутренние отношения, мы просто поменяли ваш образ. Мы даже прическу с макияжем не успели за эти два дня наложить. Мы только купили новую одежду. Но этот маленький шестилетний мужчина все увидел, все понял и правильно отреагировал. Вау! Понимаешь? Вау! Это же вообще просто, да? Это круто. Это очень круто. Да, я обожаю свою работу, потому что она каждый день наполнена такими чудесами. Это очень круто. Хорошо. Что женщине важно учитывать при выборе стиля своего? В первую очередь ее персональность, ее индивидуальность, да, обязательно. То есть я уже говорил, там нужно понять, кто ты есть. Потом нужно понять, в чем твоя зона комфорта, какая ты особа. Ты романтическая или ты классическая, или ты драматическая, или ты спортивная. Ну такая спортивная девушка, которая надела и забыла. У нее 25 часов в сутках, у нее 8 дней в неделю, и она такая, песчаный карьер я, ликероводочный я, мясокомбинат я. Лишь бы согласиться, а потом разберемся, на что согласилась. Либо ты классическая такая, я контролирую ситуацию, я сохраняю спокойствие, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Либо ты драма такая, все люди как люди, а я суперзвезда. Либо ты романтическая, прям такая эфемерная, инфантильная принцесса. Вот с этим нужно разобраться. Многие, причем главное здесь не спутать маску, не выдать желаемое за действительное. Для этого тоже желает, конечно, с профессионалами пообщаться, либо с психологами, либо со стилистами. После этого нужно понять, а чего ты от мира-то хочешь вообще в принципе. Тебе нужны деньги, тебе нужна любовь, тебе нужна семья, тебе нужна карьера, тебе нужна свобода, путешествия. И вот все эти данные как-то сопоставят между собой. Это как в математической задачке. Дано. Есть дано, то есть ты, твой возраст, твой вес, твое отражение в зеркале, твоя семья, твое воспитание. Потом есть задача, чего я хочу. И теперь с этим дано нужно понять, как добиться того, чего я хочу. И вот этот путь, конечно же, уже это работа профессионала, скорее всего. Здесь женщина сама по себе вряд ли догадается, что нужно для этого сделать. Хотя, в принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Я после твоих мастер-классов, на которых был у тебя в своих теперь бизнес-тренингах, рассказывал о том, что женщине очень важно понимать свой цветотип. Так. И я задаю вопрос. Поднимите руки женской аудитории, кто это свой цветотип знает. Мади, никто не знает. Но это же вот как? Это вопрос к кому? К мастеру по прическам? Они должны это знать. И к ним в том числе. Конечно, конечно, конечно. Ты только будь аккуратней на своих мероприятиях с этими вопросами. Нет, я никуда не вернусь, потому что я ни в этом ничего не понимаю. Знаешь почему? Потому что сейчас еще можно нарваться на таких очень грамотных женщин, которые будут тебе доказывать, что это не актуально. Тема цветотипов изжила себя. И это уже все нафталиновые науки. Сейчас что хочу, то и ношу. И когда я встречаюсь с такими умными девушками, я всегда им говорю, слушайте, а ведь мы же как вид еще не эволюционировали в какую-то новую форму жизни. Мы до сих пор продолжаем рефлексировать на приближенные цвета. Если мы надеваем там красную рубаху на себя, наше лицо смотрится определенным образом. Если мы эту красную рубаху поменяем на оранжевую рубаху, наше лицо изменит свой цвет, изменит свою фактуру, изменит свой оттенок. И покуда мы все еще рефлексируем, соответственно, комплементарность цвета, приближенного к нашему лицу, будет иметь свое значение. И такой довод сразу же в пух и прах снимает, ну, разбивает и снимает все возражения вот таких вот умных девушек, которые слышат звон, не знают, где он. Потому что действительно сейчас и много специалистов появилось таких, знаешь, я их называю стилисты-стилистычи, которые вот одну технику какую-то выучили, а три другие не выучили. У человека нормальная потребность, если это я знаю, а вот это я не знаю, то сказать, что вот это, что я знаю, это хорошо и это правильно. А то, чего я не знаю, это неправильно, поэтому знать мне это и не нужно. Я придерживаюсь другого принципа. Я все-таки за то, чтобы человек был профессионал, был жонглером, он владел всеми техниками и в нужный момент просто нужную деталь использовал в работе со стилист. Даже когда я преподаю своим студентам, мы всегда даже тему цветотипирования изучаем с трех позиций. Мы изучаем и классическую тему у Йоханнеса Иттона, времена года, зима, весна, лето, осень. Мы изучаем современную методику дирекционную, где уже шесть цветотипов, ну, как видов названия, и еще плюс их сочетания различные рождают, там, 12-18 цветотипов и так далее. Мы также изучаем американскую технологию контрастности, то есть там брюнеткам нужно носить темные цвета, блондинкам светлые цвета. Помнишь шикарный фильм «Девушка с татуировкой дракона», когда она в конце эту банковскую махинацию, аферу проворачивала, как она полностью изменила свой цветотип. Изменила цвет волос, изменила макияж, одежду, туфли, сумка, все изменила, и это был совершенно другой человек. Да, удивительно при этом, что, правда, женщина меняет цвет своих волос, но гардероб остается тот же. Да, это ужас. Мы всегда смеемся с моими клиентками, с моими ученицами. Я говорю, женская природа – это хочется что-то изменить, пойду, челку отрежу. Вот, я всегда говорю, ни в коем случае не идите отрезать челку. Ну, да, менять нужно многое, но для этого и учить нужно многое, для этого и знать нужно многое, да. Парикмахеры не владеют наукой цветотипирования, визажисты не владеют наукой цветотипирования, или владеют, но как-то очень однобоко это все, не изучают разные технологии, а их действительно очень-очень много. И для того, чтобы в полной мере как-то картину какую-то иметь, нужно разные оппозиционные такие мнения, да, изучать и быть знакомыми с ними. Вот. Но если уж специалисты не знают, то что уж говорить об обычном потребителе. Да, женщина и цветотип – это что-то такое несовместимое пока еще. Да, в принципе, женщина и стиль грамотный, да, мужчина и стиль грамотный. В такой стране, как Казахстан, это еще пока что такое в будущем. Мадей, а вот гелии и лаки какие-то для ногтей женских тоже влияют на цветотип или нет? Или здесь привязки нету к этому вообще? Если руки в хорошем состоянии, то есть кожа, да, достаточно ровная, гладкая, красивого цвета, на ней не сказались никакие внутренние там процессы, может быть, не очень хорошие, ну, не очень хорошее состояние здоровья, возможно, да, и так далее. Это же все на коже отражается, потому что кожа – самый большой орган нашего тела. И по ней всегда видно, то есть как человек следит за собой, как он уважительно относится к внутреннему своему состоянию и так далее. Так вот, если руки в хорошем состоянии, то здесь можно кое-каким, ну, каким-либо образом игнорировать некоторые правила. То есть неправильно подобранные цвета по цветотипу – это что? Это подчеркивание рельефов, ну, то есть морщин, различных бороздок, там, неровностей. Это неправильный оттенок, не очень хороший оттенок, не очень привлекательный оттенок. И если вы видите, что у вас лицо, ну, там, идеальное, да, как попа младенца, нет никаких морщин, и с цветом кожи все хорошо, аллергических высыпаний нет, и ты выспался, и синяков под глазами нет, и с сердцем, и с печенью у тебя все хорошо, то тогда, да, ты можешь себе позволить некоторые нарушения правила цветотипа. Там, покрыть ногти не в свой цвет ради эксперимента, да, потому что есть девушки, для которых очень важно, чтобы кожа была светлее, ну, такая аристократичная бледность, да, чтобы… А есть девушки, наоборот, которые стремятся к загару, да, сказать, что загар – это плохо, или аристократичная бледность – это плохо, но нельзя, потому что для каждой это разная система ценностей. Кто хочет потемнее, может выбрать тот лак, который делает ее кожу темнее, но по мнению той, которая стремится к бледности, она скажет, ну, это вообще не твой цвет, он не подходит тебе по цветотипу, потому что он делает твою кожу темнее. Она скажет, ну, я к этому и стремилась, в принципе, этого и добивалась. То есть, получается, что нейл-стилисты тоже должны знать цвета типов. Обязательно. Все специалисты, которые работают с цветом – визажисты, парикмахеры, нейл-стилисты, дизайнеры одежды, байеры, привозящие одежду консультанты в модных бутиках и магазинах – все абсолютно кто как-либо соприкасается в своей работе с цветом. Все должны обладать знаниями о цветотипировании. Мадди, тогда логический вопрос. Деловой стиль женщины – это про что? База и на что операции ей нужны здесь? Тоже такая немножечко парадоксальная тема, потому что, с одной стороны, вроде бы патриархальная община, ну, там, типа, мир денег, это мужской мир и все остальное, и для женщины есть некоторые строгие правила, но, типа, на важных деловых мероприятиях женщина не должна присутствовать в брюках. Есть такое правило. То есть, если она выходит на сцену, если она ведет презентацию, если она защищает какой-то проект, если она выступает в качестве спикера, если она подписывает дорогостоящие документы, если это встреча на высоком уровне с аббревиатурой BB, да, бизнес-бест, то женщина только либо в юбке, либо в платье, ни в коем случае не в брюках. Но это имеет отношение к конкуренции, там, и все остальное, то, что не очень нравится, скажем так, сильно мир и сего, простите за эту формулировку, вот, но при этом при всем и пользоваться слишком женскими штучками тоже запрещено, ну, то есть, слишком яркий макияж, слишком агрессивный, агрессивная парфюмерия, в принципе, так же, как и для мужчин в деловой сфере, недопустимо, очень много блеска, никакой прозрачности, никаких намеков на сексуальность, то есть, нельзя открывать педикюр, например, нельзя оставлять открытой пятку или пальцы на ногах, да, это железное правило норм деловой этики. Но опять же, давайте разберемся, где женщина работает, если она владелица сети салонов красоты, то у нее одни нормы деловой этики, если она начальник финансового отдела в каком-нибудь банке, да, и так далее, то тогда, конечно, это совершенно другие, более консервативные нормы деловой этики, вот, и в деловой сфере чаще всего мы не проводим границу между мужским образом и женским образом, то есть, цвета синий, серый, коричневый, как для мужчин, так и для женщин, отсутствие блеска, бриллиантов, изумрудов, страз, сваровский и так далее, как для мужчин, так и для женщин, отсутствие люрекса, шелкового блеска излишнего лоска, да, так как для мужчин, так и для женщин, ну, про парфюмерию уже сказал, лаковая кожа, да, недопустимо в деловой сфере, как для мужчин, так и для женщин, здесь вот как-то нет такого понимания, мужчина или женщина, бизнес-леди или бизнесмен, даже часы и мужчины и женщины в деловой сфере должны носить на левой руке, Потому что все абсолютно в деловой сфере приветствуют друг друга рукопожатием. Никто никому руки не целует. Ты на мастер-классе на одном сказал про трикотаж. О трикотаже ты рассказывал. Про сопливый трикотаж. Да, вот, вот, вот можно вот это вот здесь в эфире сказать. Да, с удовольствием, конечно, я же злой стилист, да. Сопливый трикотаж – это тонкая шерстяная ткань, натуральная, очень теплая, очень уютная, но такая предательски выдающая все нюансы тела. Если у женщины есть непосильно нажитые секреты от общества, все, что запасено на зиму, да, то сопливый трикотажик. Сопливый – это значит тоненький, тоненький, неформодержащий. Неформодержащий трикотаж является ее врагом, потому что он выдаст все неровности абсолютно. Он выдаст рельефы тела, он выдаст любую складку, он выдаст даже неправильно подобранное белье. Если у вас есть складочки на спине, на животе, да, еще что-то такое, сопливый трикотаж – все это обнимет мягенько, ничего не скорректирует, только продемонстрирует общество. При этом, при всем, чем опасен такой трикотаж? Тем, что он дарит абсолютное ощущение комфорта и тепла, и уюта. Поэтому я всегда советую, если вы вот прям очень-очень любите теплый, уютный трикотаж, то купите его для домашнего использования. То есть в нем круто валяться перед телевизором, в нем очень комфортно заниматься домашними делами, там уборка, готовка или еще что-то такое. Тем более у нас есть вот в нашем городе, да, есть такой период, когда отопление еще не включили, а за окном уже похолодало. Вот трикотаж идеально подойдет для этого периода в году. Да, их у нас целых два, вот, но выходить в нем на публику не стоит. Я вообще все больше и больше призываю своих клиенток пользоваться формодержащими тканями, костюмными тканями, хлопковыми тканями, ну, какими-то такими, может быть, даже деним, замша, вельвет, да, деним джинса я имею в виду, вот, что-то такое, ну, по-советски говоря, накрахмаленная, стоячая, держащая форму. Почему? Потому что и женщина сразу же, ее силуэт получается такой собранный, более скульптурированный, да, более сформированный, не расхлябанный. Она не выглядит, как размытое пятно. А женщина не может выглядеть, как размытое пятно, потому что она от этого выглядит грузнее, она от этого выглядит тяжелее, тяжеловеснее. Она от этого выглядит толще и ниже. Ну, какая женщина этого захочет? Ну, никакая, наверное. Ты говорил о том, что, ну, опять же, на мастер-классе это за кадром было, друзья. Да. Говорил о том, что многие женщины в теле себя пытаются, наоборот, заузить в узкую одежду и сделать себе короткую стрижку. Да. А девочки такой вот утонченные, наоборот, то есть они одевают более такие какие-то свободные вещи, еще копно такой, как удаванчик себе на голову. То есть вот это несоответствие. В связи с чем это? Почему вот так? Здесь есть несколько моментов, которые мы тоже прорабатываем обязательно в интервью с моими клиентами. Первое – это принцип «у соседа трава зеленее». То есть если ты худенькая, стройненькая, аскетичная абсолютно, не обладаешь какими-то выдающимися объемами, то тебе всегда кажется, что это и есть зло, что прекрасны те, у кого есть аппетитные формы, они выглядят более сексуально, они выглядят более привлекательно для мужчин, они выглядят более завистливо для других женщин и так далее. И ты стремишься эти объемы себе создать, но ты к ним стремишься, ты себя откармливаешь, ты себе пытаешься что-то вкачать, что-то пришить и так далее. Если же ты корпулентная особа, ты обладаешь уже вкусными формами и так далее, то, естественно, для тебя идеал красоты – это аскетичная фигура, абсолютно стройная, абсолютно миниатюрная. Это нормальная женская природа, потому что женщина, в отличие от мужчины, это существо эмоциональное. И лабиринт женских мыслей способен свою владелицу увести очень-очень далеко от истины. С мужчинами, слава богу, это происходит гораздо реже, потому что мы существа рациональные. Вот. Ну, на этом, в принципе, плюсы заканчивают. У нас одновременно два полушария не могут работать, как у них. Да-да-да, я удивляюсь, какая Юлий Цезарь, по слухам, что-то мог делать одновременно. Окей. Так вот. Ну, то есть, стремление к тому, чего у тебя нет. И моя работа с клиентками всегда начинается с того, чтобы понять, принять и полюбить. То есть, если у тебя трапециевидный тип фигуры, а для женщины это всё, изначально априори зло. Как так? Трапеция, это значит, у меня тяжёлые бёдра, и недостаточно там объёма наверху, и всё остальное. А когда ты и начинаешь рассказывать про то, что такой же фигурой обладает Джей Ло, Бейонси, Риана, Ники Минаж, Ким Кардашьян, Софи Лорен, Мерлин Монро, и Моника Белуччи, она такая, слушай, ну так это аж, видимо, неплохо, да? А другой девушке аскетичная, ты говоришь, слушай, ну у тебя треугольная фигура. Она говорит, всё, отдаст треугольная фигура. Я трёхрожковая вешалка, пойду вешаться. Ты говоришь, подожди, Анджелина Джоли, у неё такая же трёхрожковая фигура. Тот же самый перевёрнутый треугольник. И посмотри, ей не помешало это войти в число секс-символов. Ну то есть, слышу звон, не знаю где он, стоит чуть-чуть побеседовать, рассказать о плюсах, рассказать о конкурентноспособности твоего телосложения, и женщина действительно по-другому начинает на это всё смотреть. Женщины же любят ушками, и когда я как профессионал в эти ушки ей доношу правильную информацию о её природных данных, всё, она сразу пересматривает свою позицию, свой взгляд на своё собственное отражение в зеркале. Второй момент, о котором я говорю, это ощущение корсета. Да, то есть, когда ты большая, когда ты объёмная, ты ищешь этого ощущения, ну то есть, что тебе может подарить стройность. Понятно, что диеты ты уже испробовала, но якобы они тебе не помогли, а кушать всё равно хочется и так далее, и всё вкусное в магазине. И ты ищешь ощущение корсета, то есть, какой-то одежды, которая должна держать тебя в форме, чтобы тебе было трудно дышать, чтобы тебе было трудно ходить, но при этом, при всём, ты вот, раз тебе трудно дышать, ты абсолютно понимаешь, что ты в корсете, значит, ты вроде стройная. Значит, я вроде всё скульптуре... Но сейчас такой одежды нет, как в эпоху рококо или в эпоху барокко. Сейчас одежда не... Нет, сейчас создают корсеты, и в Алмате есть корсете, которые по вашему индивидуальному заказу вам создадут это корректирующее нижнее бельё, но этики, вот прям нормы такой нет в современном гардеробе пользоваться корсажными силуэтами и корсажными фактурами, которые будут тебя сдерживать, твой объём. Сейчас вся одежда, она свободная, сейчас спортивный шик в тренде, ты должен чувствовать себя вольготно в том, что ты на себя надеваешь. Поэтому дарит тебе ощущение этого корсета только одежда, которая тебе реально мала. То есть ты XL-ка, ты надеваешь на себя M-ку, и всё. И здесь у тебя всё пошло складками, у тебя всё пошло горизонтальными какими-то полосами, тебе дышать сложно, нагнуться ты не можешь, присесть ты не можешь, и у тебя ощущение, что ты в корсете. А раз ты в корсете, значит, ты стройная. Но это только внутреннее ощущение. Потому что внешние люди, все, кто тебя окружают, они видят и эти складки, они видят все эти горизонтальные полосы, они реально понимают, что одежда пытается тебя выдавить из себя, что ты там не помещаешься тупо. Получается, всё, что ты пыталась скрыть, ты только, наоборот, продемонстрировала всем. И вот здесь действительно включается такой принцип соразмерности. Его нужно запомнить раз и навсегда. Большие объёмы можно скрыть только ещё большим объёмом. Это элементарный пример из жизни. Когда мы смотрим на Аллу Борисовну Пугачёву в её чехлах из-под танков, мы никогда не представляем внутри тётю гусеницу. Нам всегда кажется, что там всё на месте. Ноги на месте, живот на месте, ягодицы на месте и так далее. Почему? Потому что психология человеческого взгляда, она оптимистична. Когда мы не видим реальных объёмов, мы всегда стремимся нарисовать себе идеал. Поэтому, чтобы выглядеть идеально при неидеальном телосложении, нужно эти объёмы скрывать под ещё большими объёмами. Люди всё дофантазируют, всё дорисуют, и ты будешь выглядеть круто. А когда ты всем показал, что талии у тебя нет, и вместо талии у тебя три живота, ты это всё обтянул, людям не надо ничего фантазировать. Они видят три живота, они видят три спины, они видят большие бёдра, они всё видят, им не надо ничего придумывать. Вот такой вот не секретик, вот так вот, по секрету всему свету, да? Вот так вот раз и наружу всё. Да, всё, что нажито не по сильным трудам, всё своё нажил с собой. Сколько женщине требуется аксессуаров с собой? Что входит в эту систему аксессуаров вообще? Ну, аксессуарный ряд – это всегда демонстрация индивидуальности, поэтому здесь нужно опять же понять свою персональность, опять же понять свою индивидуальность. То есть сумка – это обязательный, да, можно сказать, предмет гардероба современной женщины. Вот для бизнеса и для кэжуала тогда. Ну, в любом случае сумка, в любом случае сумка. Потом мы договорили, что там обувь часто причисляют к аксессуарному ряду. Сумка, обувь – в первую очередь это то, какая ты есть, то, кем ты хочешь выглядеть в глазах окружающих. То есть смотрим на свою сумку. Вот сейчас, кстати, зрительницы, слушательницы, да, они могут этот тест проделать. Представьте свою любимую сумку, да, или сумку, которой вы пользуетесь чаще всего. Взгляните на нее, да, хотя бы мысленно, если ее сейчас рядом нет. Хотя бы мысленно на нее взгляните и попытайтесь подобрать к ней имидж слова, некоторые такие прилагательные. Опишите ее, какая она. Является ли она яркой, нестандартной, необычной, модной, креативной, выходящей за рамки, да, очень нестандартной, очень какой-то такой особенной, креативной, оригинальной, да, или же она обычная, черная, нейтрального цвета, непривлекательная, незаметная, очень повседневная, очень такая кэжельная, очень, ну, очень обычная. И вот какими эпитетами вы можете описать ваши аксессуары, такими эпитетами ваш образ могут описать люди, которые на вас смотрят. Аксессуары – это то, что создает вашу индивидуальность. Нельзя создать индивидуальность с помощью платья. Нет, понятно, если ты Ким Кардашьян, и ты надела на себя корсаж, то да, это определенная индивидуальность. Но давайте думать о казахстанских женщинах, нужна ли им такая индивидуальность, как у Ким Кардашьян, да. Если мы говорим про адекватную женщину, которая выстраивает свой повседневный стиль, то тогда, конечно же, не платье, не пальто и не куртка, именно сумка, именно обувь, головной убор, очки, перчатки, зонт, ремень, часы, возможно. Да, это то, что создадут твою индивидуальность, то, что позволит тебе выделяться из серой массы. А сумка, ремень и обувь одного цвета в тон или нет? В бизнес-сфере, да, в деловой капсуле лучше следить за этим правилом. В повседневной и вечерней капсуле лучше это правило нарушать, но нарушать его умеючи, дабы не прослыть человеком с отсутствующей фантазией. Потому что сейчас есть такой маленький грешок за стилистами, что когда они видят красные туфли и красную сумку, они сразу начинают подозревать человека в отсутствии фантазии и в некой предсказуемости. Но в деловой сфере правила писаны достаточно строго. Деловая сфера – это вообще канон запретов, свод запретов. Поэтому здесь правило – черная обувь, черная сумка, черный ремень, черное портмоне. В повседневной сфере нарушайте, создавайте креативные цветовые сочетания. Но если кто этой темой интересуется, то могу подсказать цветовой круг Иттона или цветовой круг Геоте. Загуглите, почитайте. Что в сегодняшнем дне, есть ли какие-то, ну не знаю, нюансы, которые вот модные штучки какие-то, секретики, не знаю. Что сегодня для женщины важно, как нужно себя выделить? Да, мне очень легко, как стилисту, работающему в Казахстане, потому что я могу говорить абсолютно нормальные вещи, и они всегда будут восприниматься как некий хит. Потому что у нас это не в популярности, это не является попсой для нас. У нас, да, если весь мир моды, вот, допустим, я каждый год езжу на съезд, международный съезд стилистов, вот скоро, уже через месяц опять отправляюсь на следующий, мы там разговариваем о передовых технологиях, стилистике, ну то есть, может быть, ты слышала о таком ткань-обнимарке? Ну это мы так между собой его называем. Допустим, мужчина и женщина, которые любят друг друга, да, купили футболки из этой ткани, разъехались там в командировке или еще куда-либо, созвонились, через мобильное приложение включили функцию, он трогает себя, она чувствует его прикосновения, например. Или тоже есть очень много видео уже в социальных сетях, в интернете есть, когда ты выходишь в белом платье, через мобильное приложение ты включаешь, оно превращается в черное платье, причем это не какая-то игра освещения, а реально молекулы меняют свой цвет, вот, и ткань, она может превратиться в шахматную клетку. Живая одежда. Да, то есть очень подвижные молекулы работают. Потом, например, есть украшения проекционные. Ты надеваешь брошь через мобильное приложение или на кнопочки на этой броши, ты включаешь функцию, и у тебя на шее появляется колье, да, то есть, причем это не обязательно бриллианты там и металлы, это может быть бегущий мустанг, это могут быть летящие киты у тебя на шее, да, то есть ты выбираешь самостоятельно дизайн, что ты хочешь, чтобы у тебя на шее появилось. Ну вот, это то, о чем, это то, куда движется весь современный мир. Но в Казахстане я провожу каждый месяц мастер-классы о том, что нужно иметь белую сорочку, сочетать ее с юбкой-карандашом, и что не нужно надевать черные колготки на работу, понимаешь? Поэтому, о какой бы банальной вещи я ни говорил в Казахстане, это всегда вау, это что-то новое. Моди, ну это же высоченные технологии, то о чем ты говоришь? Да, индустрия моды, это же огромная индустрия, она всегда, всю историю, после технического прогресса человечества, все эти годы, эти десятилетия, а может даже уже и сотни лет, она всегда боролась за второе место с индустрией питания. На первом месте, а нет, питание это первое место, прости, пожалуйста. Питание это первое место, второе место это лекарства и мода, и одежда. Вот одежда и лекарства, они все время то второе, то третье, то второе, то третье, вот борются между собой. Это огромные деньги, это огромные вложения, потому что, как ни крути, каждый день нам что-то на себя нужно надевать, как ни крути. А еще и встречают по одежке, и это статус определенный, а это еще иногда терапия, а это еще иногда награда за твои какие-то труды, работу и так далее. Это еще и способ коммуникации, это еще и градация по классам, сословиям и все остальное, если мы в современном мире можем использовать такие понятия. Ну то есть это очень-очень-очень большая индустрия, куда вкладываются огромные деньги, поэтому она развивается семимильными шагами, и технологии будущего уже задействованы. Получается, что техническая промышленная революция, в которой мы уже, то есть это касается и моды тоже, то, что ты сейчас сказал о том, что возникает по кнопочке через мобильное приложение, это же... Вспомни, как в 20-х годах появилась такая субкультура среди женщин флэпперы, ну вот Коко Шанель является ярким представителем этой субкультуры, когда женщины, о май гад, начали носить юбки длинной мидии, и у них обувь стала видна из-под платья, а когда они надели кюлоты на себя, короткие широкие брюки, так это же вообще ужас был, да, как она могла себе позволить. А благодаря чему? Потому что спорт начал развиваться, потому что велосипедистки появились, да, естественно, в платьях и турнюрах они могли убиться и убивались, были такие случаи плачевные на велосипедах, да, а вспомни, 60-е годы появились нейлоновые колготки, капроновые колготки, появились пластиковые ботфорты, появилась лакированная искусственная кожа, благодаря чему? Потому что Гагарин полетел в космос, и появилось очень много синтетических тканей. Мода всегда аж идет параллельно с научно-техническим прогрессом. И я знаю, что некоторые космические части использованы здесь, в моде. Ну, материалы, например, акрил, да, с 60-х годов он был безумно популярен, но сейчас уже он теряет свою актуальность, потому что мы переходим на экологический стиль, опять же, исходя из всей ситуации глобальной, что творится в мире. Да, мы переходим на древесные волокна, мы переходим на вторичную переработку пластика, ну, в тоже сырье очень активно используется. Почему? Потому что мы заботимся сейчас о сохранности природы. Вот и мода в первых рядах. Вот ты вспомни, там, модный дом Гуччи, они отказались, этот тренд называется Fear Free, полностью отказались от натурального меха. Да, сейчас самая актуальная кожа, это кожа единорога, да, то есть эко-кожа. Самый натуральный, самый модный мех, это мех чебурашки, ну, в Америке называется Teddy Beer, да, то есть искусственный мех, такой же теплый, такой же, у меня есть шуба из искусственного меха, она очень теплая, я жил в ней три недели в Нур-Султане, в январе, и я выжил, да, мне не было холодно. А вот, вот хорошо, что ты сейчас сказал об этом, спасибо огромное, потому что я недавно слышал в магазине, как две женщины смотрели обувь, себе выбирали туфли, и одна другая говорит, да это же не кожа, зачем ты это смотришь? Да, Советский Союз, это же не круто, меня же на свадьбе все на то и же засмеют, что я без шарашка ношу эко-кожу, боже мой, 21 век, сейчас не крут тот, ради кого кто-то умер. Да, сейчас крут тот, кто крут в голове, кто любящий, кто любим, кто полноценен, кто здоров, кто счастлив, вот тот крут человек, а не тот, кто рыжим золотом усыпался и надел на себя волка. Да, согласен. Хорошо, в casual что необходимо женщине здесь использовать для себя? Или он настолько фантастично свободный, или есть какие-то вот, да. Есть такая мудрость, что современный casual больше разрешает, нежели запрещает, да, просто самое главное нужно понять, что у женской фигуры и у женского образа есть некоторые стереотипные ожидания, ну типа длинные ноги, согласись, да, вот мы как мужчины хотим видеть длинные женские ноги, не в смысле голые ноги в мини-юбках, а пропорция тела, чтобы была правильная. И когда девочка надевает на себя тунику, джинсы скини и балетки, она себе укорачивает ножки, а у азиатских девушек и так есть такая особенность, тазобедренный сустав находится немножечко ниже, в отличие от, например, девушек славянского происхождения, вот. И она укорачивает себе ноги, от этого ломаются пропорции, от этого она теряет свою привлекательность, от этого не выстраивается ее личная жизнь в дальнейшем, понимаешь, все повязано. Поэтому я бы хотел, чтобы девушки позволяли себе эксперименты в повседневном кэжульном стиле, но при этом при всем не забывали про свою женскую привлекательность и про свои истинные цели. Получается так, что она себя ломает этими линиями, а мой мужской взгляд видит эти переломы в ней, и она кажется для меня непривлекательной. Мы же инстинктивно воспринимаем женский образ, нам что нужно? Нам нужны бедра, для того, чтобы она могла выносить наше потомство и родить нам здоровых детей. Нам нужна длинноногая красавица, почему? Потому что в моем племени мой мамонт должен быть самый большой, понимаешь, это все инстинктивно. И заглядывать в душу у современного человека времени нет на это. Да, классно, когда ты привлекла, а потом подключаются другие инструменты. Ты знаешь, есть у меня коллега, Яна Недведская-Российская, она шикарный режиссер, и она сказала, выдать заму женщину для стилиста это легко, дайте нам 3-6 месяцев, мы все решим. К сожалению, не можем потом заставить мужика долго с ней прожить, потому что там другие инструменты включаются. Вот такой нюанс есть. Но вот этого авангардного солдата, вот этот айсбрекер нужно пройти, и здесь внешность ключевое значение имеет. Время такое. То есть и опыт женщины внутренний, и внешний, это все одно капсула получается. То, что я слышу от тебя, то, что ты сейчас говоришь, неразрывно вообще. Неразрывно, да, неразрывно. Она может играть, она может играть, иногда надевать на себя маску, но маски хороши только тогда, когда это осознанные маски, когда ты знаешь, что ты сейчас надела, через 3 часа сняла и вернулась к себе настоящей. Печаль случается, когда ты эту маску надеваешь, и она к тебе прирастает, и ты теряешь себя истинную. Вот тогда получается, как по лезвию ножа, да, на грани, что называется. Да даже не на грани, а прямо иногда за грани, получается. Ты встречаешь не своего мужчину, ты строишь не свою семью, ты работаешь не на своей работе, и ты проживаешь не свою жизнь. Это ужасно. А я таких не своих людей вижу на улице очень часто, когда нет блеска в глазах, когда они вообще не понимают, куда они идут в полдевятого утра в понедельник, и зачем они туда идут. Мадим, можно под занавес одну, может быть, две какие-то, ну, один-два посыла таких вот? Да. Во-первых, я просто пойду по стандарту, да, я пойду по стандарту. Девушки, если у вас тот же самый запрос, дорогие зрительницы, дорогие слушательницы, если у вас тот же самый запрос, как у 90% моих клиенток, ну, то есть, это дела сердешные и построение счастливой личной жизни, то, пожалуйста, не забывайте про энергию. Не забывайте хоть иногда покупать себе платье и юбки, не забывайте хоть изредка вставать на каблучки, не забывайте хоть иногда наносить себе макияж, потому что природная красота вещь, конечно, хорошая, но быть красивой только благодаря природным данным 24 часа в сутки и 7 дней в неделю невозможно, а мир очень-очень конкурентный. И вот эти ваши глупые подружечки, которые постоянно делают селфи в караоке, уже давным-давно приглашены на танцы, а вы со своими тремя красными дипломами и непониманием, зачем макияж вам нужен, сидите и задаетесь вопросом. Поэтому не забывайте про энергию инь и пользуйтесь этими женскими хитростями, потому что именно в них, наверное, зачастую и заключается вся сила, потому что мы, мужчины, на это не обращаем внимания, мы потребляем только результат. Но этот результат для нас важен, и уж поверьте мне, в 21 веке мы очень сильно избалованы. Но а если для вас не является целью привлечения внимания противоположного пола, а какая-то внутренняя гармония, то тогда очень важно понять, кто вы, где вы, зачем вы и что вы хотите донести этому миру. Если самим не получается в этом вопросе разобраться, то добро пожаловать к профессиональным стилистам, ну или как минимум к профессиональным психологам. Мадди Бигдаир, имидж-стилист, передача «Деловые люди». Смотрите нас через неделю. Мадди, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»